На Туринском автосалоне 1976 года стенд Фиат украшала неведома зверушка. Называлась машинка, кузнечик. Обычно в публикациях об этом автомобиле, коих крайне мало. Он называется спиогини шезлонг. Был у итальянцев такой тип очень простого прогулочного кабриолета. Их табуны паслись в курортных городах по всему Средиземному морю. От ремени до Сантропи раскатывали на этих забавных машинках разнообразные прожигатели жизни. Чавалета формально под спиогини тоже подходит, только рекламные проспекты, которые обычно четко указывают целевую аудиторию техники, указывают, что создателям концепта сфера применения видел и шире, чем увеселительные поездки. Скорее Чавалета пример бюджетного универсального транспортного средства. Идея которого была очень популярна в 70-е. Кузов Чавалета спроектирован как трансформируемый. Если установить на автомобиль жесткий пластиковый верх, то это универсал или пикап. Имелись разные виды жестких верхов. Снял верх кабриолет. Начинка Чавалета взята сразу от двух моделей Fiat 500 Георди Нейро и 126. От 126 концепт-кар получил двигатель. Силовой агрегат незаходящая классика Fiat. Двухцилиндровый. Рабочий объем 594 куб. Мощность 23 лошадей. От 500 Георди Нейро взяли подвеску и тормоза. Подвеску 500-го универсал усиленная. Что собственно еще намек на возможное использование Чавалета как коммерческого автомобиля. До серийного производства Чавалета не добрался. Интерес у покупателей к этому автомобилю оказался слабый. На Fiat с его производством решили не связываться. Отдав выпуск похожих автомобилей мелким кузовным отельям.